Доброе утро, наши многоуважаемые, братья и сестры, а мы сидим на Арбате, мы пишемся, мы сидим, собственно говоря, чай, чай, чтобы другие не подумали, все равно чай. Как хорошо, что ты не печень. Сегодня у нас тема по заявкам наших телеслушателей. Радиозрителей. Все началось. Видеослушателей. Мы же не теле, мы же видео. Не на видеослушателей. Сегодня мы хотим поговорить о совершенно странной для меня теме, о смысле жизни или как там Саша обозначил тему. Жизнь двоеточие. Нафига она сперлась? О, волшебный человек, культурный, сразу видно. Прямо в суть зрения. Уровень растет. Да, да, да. Да, потребности. И у нас есть некоторые, нам прислали такие тезисы, мы будем к ним обращаться. Тезисы. Да, и доктор будет обращаться иногда. Тезисы ужасные, надо сказать. Ну, это ужасные тезисы. Он ненавидит всех. Нет, ну не всех, но очень многих. Очень многих, да. О предназначении в жизни человека. Кошмар. Что это такое? Я бы сформулировал точнее так. Так, предназначение жизни. Да, да, да. Зачем, если так можно говорить, нам она дана? Нафига она вообще нужна, да? Кем и прочее, прочее. А, это мы опять про Бога, что ли? Почему? А, ну-ну-ну. Вы про Бога, а я совсем даже наоборот. А ты про обезьяну? Я просто великую случайность. А-а-а. Например. То есть, нафига человек вообще приходит в этот мир, что он здесь тусуется, и вообще нормально, что он какое-то время отсюда сваливает, да? То есть, есть ли смысл у вопроса о смысле жизни? Да, 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 да. Понятно. Понятно? Ничего, что человечество всю свою историю этот вопрос решает, и не может решить. Очень смешно. Ничего? Нормально. Нормально. А мы решим. А мы решим. Нет, у меня-то есть ответ. А, да, и у меня. Ты знаешь, что со мной все это означает только одно, что у всего человечества не принадлежит. Да, и глубоко здоровые люди. Глубоко невменяемые. Ну, так что? Ну, так что? Бросим минетку. Давай. Нет, мы начнем с хепицы, как самого Города Голосова. Легко. Я сейчас вам все объясню. Да, доктор все расскажет. По моему глубокому убеждению, вопрос о предназначении жизни и о случайности или не случайности рождения на Божий свет одного человека или всего человечества, этот вопрос лишен всякого смысла вне понятия Бога. По моему глубокому убеждению. Если человек не верит в Бога, этот вопрос перед ним практически вставать не может. Ибо для него жизнь изначально и совершенно определенно есть некая случайность. Он никого ни о чем не просил, ни с кем ни о чем не договаривался. Какие-то люди, не спросясь его мнения, зачали его, он родился. И дальше, собственно, почему он должен спрашивать себя, какой смысл в том, что он родился. Кому этот вопрос обращен? К нему он обращен быть не может, потому что он не автор своей жизни. Спрашивать родителей об этом, но это по меньшей мере жестоко, потому что одно неловкое движение, это отец, как говорил Михаил Михайлович Жуанецкий. Спрашивать Бога он не может, ибо Бога нет. Стало быть, я бы на месте такого человека превратил бы жизнь в сплошное извлечение удовольствия и наслаждения. Ну уж, коли так случилось, что ты из некоего семечка возрос, так живи просто, получая удовольствие. Прямо эпикурец какой-то, а? Эпикурец какой-то? Нет, не надо, там ведь сложно все делать. Это же все искажено, что эпикур, искатель удовольствия, это же не так на самом-то деле. Поэтому просто живи и получай, так сказать, удовольствие и не омрачай свою жизнь вопросами, зачем ты, кто ты, где ты и что. Совсем другая история, если ты веришь в Бога. Вот если ты веришь в Бога, то тогда все приобретает огромный смысл. И, собственно, я хотел бы с самого начала, на мой взгляд, лучше всего об этом написал Виктор Франкл в своих замечательных книгах, посвященных логотерапии. То есть тому психотерапевтическому учению, которое он разработал в Освенцине, когда там находился, и благодаря которому спас свою жизнь и жизнь множества людей. То есть извлечение смысла из любой ситуации, в которую ты попал. В том числе и из ситуации жизни. И опять же, естественно, это произошло потому, что Виктор Франкл верил в некое высшее начало в человеке, понимал, что рождение человека на свет Божий не случайно, а глубоко закономерно. И он тогда логическим путем просто обозначил те смыслы, которые человек может извлечь из жизни. Там даже все по группам. Я вот боюсь, так сказать, сбиться, но я попробую. Попробую. Итак, первое. Во имя чего жить? Первое. Жить во имя того, чтобы познать свое предназначение и полностью его реализовать. То есть понять свой талант, понять свою уникальность и полностью притворить ее в некую практику, потратив на это свою жизнь. Полностью согласен. Нет, это он просто, так сказать, возможности обрисовывает. Нет, это верно. Второе. Извлечение смысла жизни в любви. В любви к кому? В любви к конкретному человеку. К женщине, к мужчине, к ребенку, к другу. Не знаю, к кому. Просто вот человек живет, чтобы любить. Третья возможность извлечь смысл жизни – служение Богу. Четвертая возможность извлечь смысл из своей жизни – это служение какому-то человеку. Не любовь, а служение. Ну, например, вот как мать Тереза. То есть ты не любишь конкретно какого-то мужчину, а ты любишь человечество и тратишь свою жизнь на то, чтобы помочь людям жить. Да? И, наконец, пятое – это просто извлечение смысла жизни из созерцания мира. То есть наслаждение красотой мира как таковой. Вот пять групп, так сказать, смыслов жизни, которые выделяет Виктор Франкл. Я совершенно с этим вот абсолютно, значит, согласен. Да? И поскольку легче всего говорить о самом себе, я могу сказать, для меня смысл жизни в двух вещах. Первое – это любовь. Я обязательно должен любить женщину. И второе – я должен понять, для чего я родился, и постараться реализовать свой талант. У тебя получилось? Да. У меня получилось. То есть ты счастливый человек? Я абсолютно, ребят, я абсолютно, стопроцентно счастливый человек. Я совершенно этого не боюсь сказать. Потому что, во-первых, у меня есть любовь. Во-вторых, я понял, что рожден на Божий свет для того, чтобы быть поэтом, я пишу стихи, я по возможности знакомлю с этими стихами большие массы людей, благо теперь печататься не надо, есть интернет, можно все это выкладывать. Фейсбук. Фейсбук, все что угодно. Сайт там. Сайт, да. Поэтому я человек совершенно счастливый. Другое дело, что я не могу, базируясь на этом своем счастье, дать некий универсальный рецепт другому. Я не могу ему сказать, поступай, как я, и ты тоже будешь счастлив. Это совершенно невозможная вещь. Потому что всякий путь в этой жизни уникален. Всякий просверливает свой ход к счастью, да? Поэтому мой пример ни для кого не может служить примером для подражания. Но тем не менее, я себе могу сказать, совершенно счастлив. Вот, собственно, все, что я могу изложить. Буквально тут такую целую теорию. Я, видимо, представлю иную точку зрения. О, это уже интересно. Да, поскольку мои отношения с Богом, вернее, с тем, кому принято... Но зли его разумно. Кого принято... Нет, нет, тут... Это важно. Ты его не антропоматферизируй только. Это не мужик, сидящий на облаке. Это не мужик, сидящий на облаке. Я же знаю, что ты веришь в Бога. Но это некая... Высшая идея. Идея. Да. Которая нас всех и создала. О, то есть ты признаешься. Нет, я формулирую пока так. Для тебя это так? Ну, это такой частный случай. Знаешь, вот создание нас, это частный случай. Но это так? Ну, это так, безусловно. И создание нас тоже. Значит, на самом деле, жизнь не устроена. Сейчас я вам все расскажу. Совершенно иначе. Забудьте все, что вам сказал Юрий Борисович. Попробуйте. Попытайтесь только. И свыкнитесь со следующим тезисом. Нас могло не быть. Мы случайность. Это таким образом сложились обстоятельства. Космические, физические, химические, какие угодно. Что появилось то, что в конце концов принято называть людьми. На мой взгляд. Повторяю. Нас могло не быть. Поэтому наличие и существование высшей идеи для меня лично под очень большим вопросом. Именно поэтому понятие смысл жизни абсолютно теряет смысл. Да, потому что, как справедливо сказал доктор, в отсутствие Бога этот вопрос теряет смысл. Это действительно так. Ибо кому попрошать? Кто мог его заложить? Этот смысл. И поэтому предназначение человека – это такой локальный вопрос, который каждый решает сам для себя. Ну, я бы сформулировал это так. Я, в общем, могу согласиться с некоторыми тезисами, которые озвучил Юра, тезисы Виктора Франкла. Я бы сказал так, что это получение всевозможных удовольствий не за счет другого человека. Под всевозможными удовольствиями я имею в виду личные удовольствия, радости. И многие нормальные люди испытывают удовольствие от помощи другим людям, от служения другим людям беззаветного и прочее, прочее, прочее. Не за их счет, за свой счет. Нет, за свой счет, что принципиально, вообще получение удовольствия от жизни только за свой счет. Хватит уже за счет других, уже хватит. Это ты кому сейчас вот? Ну, я сейчас вот… Явно нас с тобой. А, да. Это посвящало как ухо. Но он нас упрекнул, да. Это некрасиво. Это принцип… Нет, я согласен с тем, что иногда ты мне покупаешь чай. Но является ли это эксплуатацией? Ну, и кофе покупаешь иногда. Да. Поговорим об… Да. Вот. И только за свой счет, чтобы никому не делать плохо. Вот, собственно, и все. Случайность. Трич Бархадов. Ну, для начала, я тут специально рылся немножко на интернете, потому что боялся наврать. Я хочу немножко подтвердить слова Юрия Борисовича. Он у нас, помимо того, что доктор, не смотри, он у нас поэт. Вот. Я хочу прочитать другого поэта. Возможно, вы его знаете. Я специально не назову, а сперва прочитаю стихи. Есть Бог, есть мир, они живут вовек. А жизнь людей мгновенная у Бога, но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Гумилёв. Точно. Я специально просто… Они просто были знаком. Да. Я боялся наврать, поэтому специально искал в интернете, потому что я не хотел врать эти стихи, мне очень нравятся. Великолепно. Это затравлены на туники, ты знаешь, да? Это потрясающе. Да, да, да. Вот. То есть, собственно говоря, это всего лишь было подтверждение юрийных слов, а у меня, наверное, моя речь будет самая короткая. Смысл жизни в самой жизни. Вот. И больше ничего. То есть человек должен жить так, как он считает нужным. Вот. Потому что тут вот есть тезис, к которому мы перейдем сейчас дальше. Он как бы может сказать… Ну, я по большому счету там уже сказал, да? Вот. Здесь есть такое. Верно ли жить, себя сжигая? Как некоторые люди здесь перечисляют, просто люди их не знают, мы их не перечисляем. Вот. Или все же предназначение человека в том, что он будет нужен судьбе в какой-то день, в каком-то месте, просто тем, что он существует. Да. Каждый решает для себя. Именно. Каждый решает для себя. Насколько верно жить, себя сжигая. Действительно, каждый решает для себя. Потому что… Только себя сжигай. Естественно. Ты же и говоришь, себя сжигай. Да. Вот это очень важно понять. Потому что это же образ жизни. То есть я всегда, когда меня такие темы спрашивают, рассказываю, опять же, любимую байку из произведения, которую вы все наверняка знаете, там разговаривают два человека. Один разбойник и один дворянин. Вот. И тот разбойник дворянин рассказывает некую байку по поводу того, что вот как-то Сокол, не помню, Сокол или Орел там был. Вот Ворон и Сокол, они общались, да. И, соответственно, как бы, Сокол просто у Ворона. Говорит, что ты живешь 300 лет? А то, говорит, полетели, покажу. Летят они, говорит, видят там дохлая, там какая-то туша лежит. Они говорят, давай, говорит, клевать. Вот. Это самое, говорю, Орел клюнул, раз клюнул, два. Говорит, что, говорит, вот так вот. Да, говорит, 300 лет, а что ты тоже? Говорит, нет, говорит, лучше было жить 30 лет и 15 чистой крови, чем как 30 лет падать сжигать. Ну, вот есть такая байка. Ну, вот есть такая байка. Это биохимия. Это биохимия. Просто у Ворона одна биохимия, урана другая. Чем у нее, собственно. Мои интерпретации, ты не узнал, конечно, байку, да? Почему? Это Максим Горький, что-то? Нет, это капитанская дочка вообще была. Капитанская дочка? Да, да, да. Смотри, не помню ничего. Бывает. Ну, ладно. Подожди, а где это там? Это кто кому говорит? Пугачев. Пугачев, Пугачев. Это семейные дела, юра. Она поет, а ты такой холодный, голодный. Ну-ка, а что она поет? А потом песни поет. Как Вайнсберг в икенде. Потом появляется Вайнсберг в кадре. Как же без Вайнсберга? Который год жизни нет. Вот. Ну, то есть, собственно говоря, я почему, что кто... Наверное, было это очень скучно, если все начнут каким-то определенным образом жизни жить. Для кого-то это образ жизни, для меня это образ жизни. Я вот просто как-то пробовал, особенно когда всякие мои... Меня по жизни окружают врачи, так получилось, что я всю жизнь тушу из-за врачей, это все среди этих вот-вот хороших людей. Вот. И как-то мне все время говорят, я сам знаю, что это нельзя, я сам пишу о чем-то, что этого нельзя, другим говорю, что это нельзя, сам все это нарушаю. Ну, понятно. Потому что я так живу. Вот и все. Это тот темпоритм, в котором я живу. У тебя же хорошо, ты доволен. Я просто и говорю, что если попытаться это поменять, то, наверное, собственно говоря, это буду уже не я, и этот не я мне не понравился. Кстати, важный момент. Конечно. Имеет ли смысл радикально менять свою жизнь в какой-то момент? Например, отказываясь от чего-то. Это опять сам человек решает, Саш. Нет, нет. Вот подступила, и ты меня... Просто очень часто это оказывается работать против человека. Нет. Человеку ставят пить, курить. Это уже другая история. Пить, курить... Нет, ты не об этом же. Ты хоть раз вообще радикально менял жизнь? Ну... Я вот помню, как я в 89-м году бросил медицину, ушел в шоу-бизнес. А, да. Вот. Я бросил медицину, я ушел в стражу. Я тебе могу сказать, почему. Я могу тебе сказать, почему я это сделал. Вовсе не потому, что я сидел и думал. Что-то у меня не ладится. Нет, ты просто жил. Хорошо. Я просто жил. Вот. Это самый честный ответ. Да. Мы просто живем. Само смешанное, что потом снова бросил в бизнес, ушел обратно в медицину. Тоже просто жизнь. Да. Я таки вот туда-сюда. Как я назывался, по-русски забыл. Это никакие не поступки с большого УПП. Нет. По большому счету. Нет, это просто жизнь. Причем меня никто не насиловал никогда. Я делал только то, что хотел. Я вообще роскошно жил всегда в жизни. Вот что я хотел, то и делал. И всегда. Со стороны эти поступки выглядели безумными. Очень часто. Я помню, как мне звонил брат и говорил, может, ты вообще в больницу ляжешь? Потому что, ну как? Понимаешь, человек занимает в больнице определенный пост. Очень хорошо я зарабатывал. Да? Я помню, у меня в 88-м году зарплата была 360 рублей в месяц. Может быть, вы еще помните, что такое было 360 рублей в 88-м году? Это очень большие деньги. У меня больше в 87-м году. Вот, да. И я бросил все. Бросил реноме. Бросил авторитет. Бросил, значит, эту всю зарплату. И уехал на ноль. Значит, в Ижевск в шоу-бригаду эту к Андрею. Почему? Да потому что захотел. Вот так меня взяло и все. Поэтому что там? Именно по этой причине в какой-то момент был перестать. Перестал инженером быть. Да. И стал сторожем. Да. Чтобы потом стать кем-то. Совершенно верно. Там, издателем, редактором, потом. Но я это не знал. Я просто живу. А не обязательно, наверное, стать кем-то. Потому что стать сторожем. В своих глазах, Андрей, уже стать кем-то. Не в смысле стать кем-то. Не по общественной лестнице. В своих глазах стать кем-то. Продолжать сохранять уважение к себе. Вот, наверное, в этом как бы есть та основная ключевая суть. И в том числе, о чем нас здесь спрашивают. То есть можно, особенно в наше смутное время, сейчас в России не так просто в области культуры, да и в многих других направлений что-то заработать будет, на таком. Если мы говорим, опять же, о культуре. Очень тяжело. Причем самое интересное, в 90-х это было возможно, реально и хорошо. Ну, это уже другая история. Ну, более реально, чем сейчас. Ну, это переходный был, да. Да, 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 да. Это понятно. И, соответственно, мы касались краем буквально на прошлой нашей записи темы, когда говорили о том, что в регионах огромное количество у нас и актеров, и каких-то других интересных людей, которые, собственно говоря, довольно-таки талантливы, делают интересные вещи, но при этом там очень нищенский доход. Но среди них масса счастливых людей, Андрей. Не в этом дело, счастливы они или счастливы. Тут у нас уже потом после эфира мы тут сидели, у нас пришел еще один человек, мы эту же тему коснулись, Саша уже ушел, мы с ним потом вдвоем еще говорили даже на улице. И он просто привел такую фразу, ну, я же неплохо зарабатываю, да, как говорится, ну, кто им мешает бросить там пойти, ну, вот я сейчас представляю, завтра все актеры вот бросили к чертовой матери, да, как говорится, может их задрало получать, там, не знаю, их довольно-таки смешные деньги, которые не получаются, каторжный труд. Каторжный – это очень тяжелый труд. Конечно. Вот. И просто пошли или сниматься в роликах, или еще лучше в порнофильмах. Ну, это, конечно, еще и для себя, опять же. Кто-то это делал, а кто-то нет. А кто-то просто снимается всякой фигне. Я не понимаю. Я маленько о другом говорю, вот, потому что суть-то именно в том, о предназначении вот этом. То есть человек, он прекрасно дает себе отчет, что он здесь никогда ничего не заработает. Но он прекрасно понимает, что если он пойдет сниматься даже просто тупо в роликах, не иногда там будет сниматься, чтобы не сдохнуть с голоду, а просто вообще будет всегда там сниматься, да, или вообще пойдет компьютерами торговать, предположим, хотя это тоже сейчас не бизнес. Вот. То, соответственно, это будет другой человек. Дрюш, ты как-то… И он не сможет так жить. Подождите, ребят. Он будет ежедневно несчастливым человеком. Подождите. Поэтому он соглашается. Да. Зарабатывая копейки, но соответственно своей личности. Не разрушать ее. Это совсем не обязательные вещи. Не надо смешивать предназначение и зарплату. Нет. Человек может… Он говорит про случай, когда это совпадает. Когда это не совпадает. Подождите. Я вам еще раз хочу сказать. Мое предназначение – писать стихи. Да? Где я получаю деньги? Совсем в другом месте. Если тебе удается это совмещать. Это не всем удается. Надо, 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 минуточку. Стоп, стоп, стоп. Начинается учить человека. Нет, не учить. Надо стараться. Если у тебя есть семья, дети, любимая женщина, если ты хочешь хоть как-то достойно жить, надо стараться по возможности. Знаешь, я с кого допомню. Я тебе еще совмещаю. Минуточку. Подождите. Ну, давай, давай. Ну, подождите. Ну, зачем вы так? Давай, давай. Не надо. Значит, ты… Вот твое предназначение – отсекать лишнее от глыбы мрамора и ваять всякие скульптуры. Но тебе за это не платят. Вопрос. Продолжат ли тебе умирать с голоду, но ваять только скульптуры? Или ты можешь работать бухгалтером, а в свободное от бухгалтерства время выполнять свое предназначение и ваять скульптуру? В случае осуществительного ответа мы поступаем как? Никак. Это опять же я говорю, что не надо… Нет, секундочку. Ты начал выстраивать линию. Я говорю, что это не обязательно. Я вот какую линию выстраиваю. Не обязательно идти по своему предназначению и при этом бедствовать. Можно идти по своему предназначению, но при этом работать кем-то, где-то, что дает тебе какие-то… Работая в милиции, писать шикарные картины. Да, запросто. Игорь, у меня очень здорово напомню сюжет просто из «Берегись автомобиля», может помнишь, шикарного там Естегнеева, вот на театре. Да. Как бы хорошо бы она играла, говорится. Да, играла бы на сцене, отработав смену на этом самом… Шифовального станка. Шифовального станка, да, да, да. Это всякий раз глубоко индивидуально. Я прекрасно могу себе представить гаишника, который по ночам пишет гениальные полотна. Я в периодическом интернете читаю. Я просто думаю, что Андрей имел других, имел в виду друг, говоря об этом, других людей. У нас очень долго пытались все равно так и сделать. Гаишников ставить, писать стихи. Не знаю, там, шифовальщиков из «Грач-театри». Ну, не надо перегибать. Ну, хорошо. Нет, я считаю, что другая история, что тем, кто работает в театре, надо просто платить деньги. Это никто… Кто же против-то? Но, между прочим, я тебе должен сказать, в театре работает много плохих актеров. Никто не говорит, что они все хороши. Ну и все. Никто не говорит, что… Платить-то деньги надо кому? Никто не говорит, что лентяй должен, кажется, тоже скрываться за маской гениальности. Короче, ты согласен, что это все глубоко индивидуально? Все индивидуально. И каждый решает… Да, безусловно. Просто Андрей говорит о том, что есть ситуации, когда это крайне трудно, то, о чем ты говоришь. Причем не только в России. Причем не только в России. Разумеется. Поэтому я предлагаю тост. Тост? Давай, давай. Чокнись. Да? Да, самое время. Я считаю, что бессмысленно искать смысл жизни, если в ней его нет. Поэтому я… Это очень глубоко, я даже не понял. Поэтому я предлагаю обморожить смысл своей жизни и посвятить всю свою жизнь изысканию его. Спасибо. Это было глубоко. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...